Привет вам, друзья, с моей утренней пробежки. Сейчас покажу, в каком она замечательном месте у меня сегодня. Я сегодня в Кракове, впечатлена городом. Вы знаете, я хочу вам сказать о том, что если мы с вами живы, это повод к тому, чтобы пустить все свои силы, энергию, эмоции в рост и в развитие. Вы знаете, кто меня вдохновил? Так случилось, что я в польской больнице, должна была подождать в течение четырёх часов, в приёмном покое. И там встретилась с двумя девочками, которые бежали из Мариуполя. Они просидели в холодных подвалах, спали при минус один с детьми. У одной девятилетний ребёнок, у другой двое деток поменьше. И обе они доктора. Одна лор-врач, а другая доктор-гинеколог. В общем, вот такие образованные, цивилизованные девчонки попали в такую ситуацию. Сначала они ничего не хотели говорить, но мы сидели 4 часа, и потихонечку разговор, ясное дело, завязался. Я расспрашивала, как им это удалось вообще выйти оттуда, как они жили, где они брали воду. Я теперь знаю всё, что вода сначала сливается с батарей, потом с бойлеров, потом идётся и ищется разбомбленная школа. Благо такая была рядом, где сливается со школьных батарей. Из огромного многоэтажного дома осталось буквально 2-3 семьи, которые пытались в одном подъезде приготовить себе пищу, потому что ни электроэнергии, ничего. И делали костры, на которых готовили пищу, потому что выйти было страшнее, чем оставаться в подвале. И как русский танк разворачивал башню и стрелял в тлевший костёр этот, потому что понимал, сука, что там прячутся люди. В общем, когда я это всё услышала, когда я поняла, как они вышли, как вы вышли, он говорит, мы ехали, прыгнули в машину, когда наш подвал стал гореть, и мы поехали за цыганами, которые выехали раньше. И они ставили детские игрушки, яркие тряпки на мины, потому что выбираться приходилось по минному полю. И когда всё это дело услышала, у меня произошла очень колоссальная и большая переоценка ценностей. Я всё никак не могла себе позволить жить какой-то более-менее внятной и нормальной жизнью, когда я понимала, что в Мелитополе, и в Мелитополе тоже, в Мариуполе, прямо сейчас люди погибают, в том числе от голода. Но я смотрела на этих девочек, которые очень активно хотят жить, они настолько активно и жадно хотят жить, что они приняли решение перейти через это минное поле и выйти на русскую территорию. Прошли унизительный обряд фильтрации, была опасность разлучения с детьми, но девочки всё это выжили и перетерпели. Выглядят хорошо, пытаются залезать в психологические раны и очень жадно живут. Большинство людей, которые сейчас слышат моё обращение, не перетерпели такого, и я тоже не претерпела. Но я должна вам сказать, что мы с вами должны просто жить, жадно жить. Поэтому кто распустился в плане здоровья, кто разожрался, кто не пьёт суточную норму воды, кто сегодня не вышел на прогулку и пробежку. Я вам должна сказать, что болезнь — это такой же Армагеддон, такая же катастрофа и такая же война внутри каждого из нас. И капитуляция — это смерть. А иногда смерть идёт очень медленно. Поэтому давайте так, чтобы не валилось сейчас на украинские головы, как бы не тяжело было, но мы с вами должны договориться с собственным здоровьем. Каждый день есть лучшее из того, что мы можем найти. Каждый день смотреть на то прекрасное, что, может быть, ещё нас окружает, и выживать физически и психологически. А все какашки, ещё раз напоминаю, вон из чата. Я даже не слушаю и не смотрю, что вы мне пишете, люди биомасса, которые срут в мои чаты. Поэтому welcome там, подписывайтесь и дальше. А нормальные люди, давайте идти дальше. Я уже чувствую в себе силы. И я думаю, что мы с вами точно отменим старость на всей нормальной территории. По крайней мере, если у человека есть мозг, то человек это точно отменит старость. Продолжение следует...